Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Здравствуйте! Решим задание 611. И первый пункт нам нужно постараться объяснить, как найти расстояние от точки до прямой. Скопировать рисунок 128 в тетраде найти расстояние от данных точек до соответствующих прямых, то есть от точки А до прямой А и от точки В до прямой В. И помним, что расстояние между двумя точками – это длина самого короткого маршрута между этими двумя точками. То есть достаточно две точки соединить, чтобы найти расстояние между двумя точками. И выполняя предыдущие задания, мы пришли к выводу, что самое короткое расстояние от точки до какого-либо отрезка или прямой – это перпендикуляр от этой точки к прямой. То есть, чтобы найти расстояние от точки до прямой, нужно из этой точки к прямой опустить перпендикуляр и измерить его длиной. Это и будет расстояние от точки до прямой. Давайте скопируем первый рисунок. Точку А ставим и проводим прямую А. И нужно найти расстояние от точки А до прямой А. В этом нам поможет угольник. Располагаем наш угольник так, чтобы одна его сторона совпала с прямой А, а точка лежала бы на другой стороне. И вдоль второй стороны мы просто через точку проводим прямую. И получаем прямой угол. Давайте точку пересечения назовем точкой О и напишем, что АО перпендикулярно А, и АО – это расстояние от точки А до прямой А. Аналогично копируем рисунок второй, ставим точку В, проводим прямую В. И теперь с помощью угольника проведем перпендикуляр. Также нужно, чтобы совпала прямая В с одной стороной угольника. Точка В лежала бы на другой стороне угольника. И вдоль второй стороны проводим прямую. Угольник убираю. Нам не нужен. Назовем точку пересечения точкой Е. ВЕ будет перпендикулярно прямой В. И ВЕ – это расстояние от точки В до прямой В. И второй пункт нужно проверить, правильно ли мы рассуждали при выполнении последнего задания. Давайте прочитаем, что здесь написано расстояние от точки до прямой – это длина самого короткого маршрута, ведущего от этой точки к прямой. А самый короткий маршрут – это маршрут, ведущий по перпендикуляру к этой прямой. Мы рассуждали именно так. Мы строили перпендикуляр. Выполнили задание 611. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.